Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мисс Кейк. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет голос за кадром. И в общем, сегодня хочу показать вам свои тканевые маски, корейские тканевые маски, которые я купила за последнее время. Их у меня накопилось столько много, что мне хочется с вами просто поделиться в отдельном видео и порассуждать именно на тему корейских масок, нужны они или нет. Если вам интересно такого рода видео, конечно же, тогда продолжайте смотреть. Первое, с чего хочу начать, это то, что в магазине Санки Стиль была очень классная акция, две по цене одной, именно корейские маски к нам туда привезли, и я не могла пройти мимо данной акции. Одна масочка стоила 52 рубля, и это было очень круто, на самом деле это очень бюджетно. Ну так вот, знакомство у меня с корейскими масками вот с этой серией Ченджо Фермы. И здесь такой, знаете, логотипчик Самсунга. И я так, знаете, задумалась, то есть как так, это Самсунговские какие-то масочки, ну не суть в общем. Маска с морскими водорослями, и это идет у нас не просто морские водоросли, здесь еще добавлена гиалуроновая кислота. То есть данная маска должна, как пишет производитель, сделать лифтинг эффект и насыщение микроэлементами. На самом деле она вообще очень много обещает обновление клеток кожи, обеспечивает ее витаминами, улучшает, регулирует гидролипидный баланс, улучшает цвет лица, делает кожу упругой и великолепно тонизирует. Ну конечно же попробую и уже вам подробно расскажу, что это за маска. Ну первые, конечно, впечатления вы сможете увидеть у меня в инстаграме, так что подписывайтесь на мой инстаграм, мискик 9970, я буду очень рада дружбе с вами. Ну так вот, их я купила целых три упаковки, так что распробовать у меня хватит времени и понять, что это за маска. С первого раза не всегда можно понять, а вот с трех, с трех да за такую стоимость очень даже, мне кажется, получится. Следующая, от этой же фирмы я купила себе уже маску с коллагеном и здесь она идет тоже с коллагеном и гиалуроновой кислотой. На самом деле тоже тут производитель очень хорошо написал, что обеспечивает защиту от внешних воздействий, насыщает кожу аминокислотами, стимулирует выработку собственного коллагена, возвращая коже плотность и свежесть. И вообще, это на самом деле обещание очень классное. И я их взяла целых четыре штуки, потому что мне очень понравилось обещание данной масочки, тоже четыре штучки. Я думаю, смогу распробовать, как они будут работать на моей коже. Что 104 рубля за четыре маски, девчонки, это просто бюджетно, очень бюджетно. Следующая из этой же серии я купила еще вот такие вот две масочки. Они у нас идут с алоя и гиалуроновой кислотой, увлажняют и успокаивают кожу. Но это вообще, девочки, отдельная песня. Мне кажется, увлажнение кожи, оно нужно абсолютно всегда. Увлажняет раздраженную кожу, усилит ее регенерирующие защитные свойства. И это очень круто. Тоже две масочки. С удовольствием воспользуюсь и попробую, что они из себя представляют. И еще раз говорю, мнение, конечно же, о каждой я вам смогу рассказать в своем инстаграме. Ну и, конечно же, по итогу в пустых баночках. Так что не забывайте еще и подписываться на мой канал, чтобы не пропустить пустые баночки. И окончательное мнение о этих масках. Следующая из этой же серии. Но я не могла пройти мимо. Я не могла пройти мимо масок с улиточной слизью. Когда я увидела, что они тоже по 52 рубля стоят и тоже по акции проходят. Девчонки, я просто, ну, я сказала, мне нужно их взять. И это уже идет у нас маска с секретом улитки и гиалуроновой кислотой. Но здесь прям я хочу сказать то, что маска обещает то, что предотвращает появление морщин, уменьшает глубину морщин и выраженность существующих. Оно успокаивает, способствует восстановлению, увлажнению, защищает от преждевременных, от повреждений солнечных излучений, замедляет процессы старения. Ну, слушайте, это прям сказка. Я думаю, то, что данные маски, я взяла их тоже 4 себе штучки, я думаю, они тоже лишними не будут. И, как вы уже знаете, я очень полюбила маски с улиточной слизью. Мне кажется, они очень неплохо работают именно на проблемной коже. Девочки, у кого проблемная кожа, присмотритесь к маскам с улиточной слизью. Очень хорошо регенерируют клетки там, где есть постакне, они потихонечку их высветляют. Так, следующее, что я купила, но это уже не корейцы, я купила вот такие вот 2 масочки от Эллин Косметик. Это такой, знаете, спа-уход дома, 2 в 1. Здесь идет и пилинг для рук, и питательная маска-сыворотка для рук и ногтей. На самом деле, мне интересно было попробовать, потому что иногда хочется устраивать себе такие спа-процедуры, просто какие-то такие девочковые дни. И я решила воспользоваться вот этими масочками. Они тоже мегабюджетные, пределов 30 рублей одна штучка стоит. И я решила на пробу взять сразу же 2, чтобы сделать окончательное мнение, подойдет это, так скажем, такой дуэт или нет. Написано, что это профессиональное что-то. Так что вот так вот. И следующее, у меня есть масочки, которые я покупала, и я в своем инстаграме уже о них немножко рассказывала. Это маска Лук. Маска с гиалуроновой кислотой увлажняет и питает. Но тут вообще очень классная маска. Мне нравится, как она сработала на моей коже. Но единственное, был минус в том, что я ее нанесла, и поверх я этой маски, когда умылась, я всегда смываю тканевые маски, остатки с лица. Я не нанесла никакой закрепляющий крем на эту маску, и потом у меня просто было дикое шелушение кожи. Серьезно, девчонки. Но первоначально, когда я только сняла эту маску, ощущение было, кожа была напитанная, увлажненная и классная. Мне понравилось. По возможности, конечно же, повторю данные масочки. И здесь, собственно говоря, производитель нам и говорит то, что создает внутренний объем ткани, обладает эффектом лифтинга, повышает упругость, эластичность кожи, разглаживает морщины. Действительно, девочки, так. Ощущение того, что у вас такие щечки становятся наливные, все разглаживается, все увлажняется. Просто классные. Такие маски особенно очень круто наносить после глиняных масок. Максимальное увлажнение, могу сказать, такой определенной спа-процедуры дома после глиняных масок. Вот такие вот увлажняющие. И пока еще не попробовала, но у меня в запасах есть. Этой же фирмы. Лук-маска с экстрактами улиточной слизи. Девчонки, ну, как я уже говорила, я очень сильно люблю данную слизь и мне прям нравится. Она и по возможности, конечно же, куплю себе еще каких-нибудь масок. Если у вас есть какие-то любимые маски с улиточным секретом, пишите в комментариях. Я, возможно, тоже к вашим любимым маскам присмотрюсь. Может быть, они мне тоже будут интересны. Что же пишет здесь нам производитель? Регенерирует, увлажняет, защищает клетки от преждевременного старения, улучшает микроциркуляцию, омолаживает, подтягивает. А также маска отбеливает и придает упругость коже. Но отбеливает она именно, мне кажется, пост-акне. Потому что сколько масок у меня было с улиточной слизью, они очень хорошо отбеливают именно следы от пост-акне. У меня здесь целых 4 упаковки. И, скорее всего, вот эти вот масочки я попытаюсь сравнить между собой, вот с этой вот масочкой, какая из них будет работать лучше. Это тоже, конечно же, сделаю либо здесь у себя на канале, либо я сниму это все отдельно в Инстаграм. Пишите в комментариях, как интересно вам было бы это лучше посмотреть. И как нам пишут производители всех этих масок, их нужно наносить 2-3 раза в неделю и на 30 минут. Ну, что вот эти вот масочки, что вот эти маски нужно наносить на 30 минут и будет вам красиво. Так что, я думаю, вот эти все масочки я попробую. Каждую из которых я буду пробовать, конечно же, я запечатлю в сей момент, для того, чтобы вы тоже могли знать, как работают эти маски на лице. По крайней мере, на моей, а моя кожа является комбинированной. На сегодняшний день, осенью, она у меня склонна к сухости и она склонна реагировать на какие-то не очень качественные компоненты именно высыпаниями. Знаете, у меня такая кожа лакмусовая бумажка, могу сказать. Так что, по истечению использования данных масок я смогу уже сделать выводы, какие из этих масок достойны внимания, а какие стоит пройти мимо. Но, конечно, вот на такие вот маски с коллагеном я возлагаю какие-то определенные надежды, потому что не то, чтобы мне хочется подкорректировать овал лица, но коллаген, он никогда не бывает лишним девушкам в любом возрасте. Особенно после 20 лет количество коллагена, оно почему-то становится все с каждым годом меньше и меньше вырабатывается в организме. Я не говорю уже о женщинах, кому уже, к примеру, за 40. Там уже, конечно, да, там надо прям, мне кажется, употреблять коллаген в огромных количествах. Ну и, конечно, морские водоросли тоже интересно знать. Ну и мои улитки, которые я всегда очень сильно люблю в последнее время, так что как-то вот так вот, девочки. Ну вот, девочки, это все мои масочки, которые я купила. Если вам понравилось данное видео, видели, какое у меня огромное количество запасов тканевых масок. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Пишите, конечно, комментарии, какие у вас есть любимые корейские маски, вы уходите за собой. Что вы больше всего в них любите, увлажнение, питание. А я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. А я вам желаю очень выгодных покупок. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok